Житель Кустаная заработал больше полутора миллионов тенге на продаже персональных данных казахстанцев. Частную информацию он предлагал приобрести за пять тысяч тенге. Персональные данные граждан стали товаром, который активно продают на теневых рынках. Анастасия Новикова расскажет, как обезопасить себя. Персональные данные – новая валюта цифрового мира. Ваша личная информация может стоить всего пять тысяч тенге, но плата за невнимательность куда выше. Одним кликом вы можете открыть аферистам доступ к своим банковским счетам, а вскоре узнать, что на ваше имя взяли кредит или оформили крупную покупку. Кроме того, вашу цифровую личность могут использовать для преступных схем. Житель Кустаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных, логинов, паролей и IP-адресов пользователей. Полученную информацию он продавал через Даркнет и Телеграм за пять тысяч тенге и выше. Мужчину задержали и осудили. Установлено, что таким образом преступник заработал более полторы миллиона тенге. Кроме того, фигурант занимался так называемым кардингом. Это похищение реквизитов банковских карт и их перепродажа. А также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Существует настоящий криминальный рынок по продаже персональных данных. Злоумышленники получают доступ к личной и корпоративной информации, включая учетные записи и конфиденциальные данные. Такие преступления тщательные и профессионально спланированные. Собирают персональные данные, чтобы дать нас портрет. То есть это из социальных сетей, это из каких-то инструментов социальной инженерии. Например, тот же фишинг, когда отправляют письма с вам с просьбой заполнить какие-то анкеты. Как отмечают специалисты, главной уязвимостью в большинстве случаев остается человеческий фактор. Около 90% утечек данных происходят из-за некомпетентности или нарушений политики информационной безопасности. Решить эту проблему лишь техническими средствами невозможно. Необходимо обучать граждан основам цифровой безопасности и информационной гигиены.